Так, мы сейчас поехали. Александр Васильевич, доброе утро. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Ну что, на прошлой неделе мы говорили на моем платном канале про облигации. Мне кажется, эта тема не уходит. Не уходит с первых полос, потому что это связано с заседанием ЦБ, с решением поставки, с прогнозами поставки. Например, Егор Сусин считает, что ЦБ еще раз повысит ставку на 1% до конца года. Ваше мнение? Ну, безусловно, тема облигации выходит на первый план сейчас. И то, что прогнозы, ЦБ же сам озвучил, что он видит до конца года там диапазон 13-14 или среднюю там 13,5. Ну, скорее всего, есть планы еще один раз повысить. Вот, поэтому рынок облигаций становится все более интересным. Депозиты отстают пока банковские. Ну, и опять же, с фондового рынка вывод на депозит, он сопряжен для многих с налогами, как я уже однажды говорил. А облигации – это все в рамках брокерских счетов. Все более интересный, и мне кажется, рынок ОФЗ здесь значительно интересней, чем все остальное. Сектор ВДО должен на таких ставках свою популярность, безусловно, терять. Сложности первичных размещений и падение цен на текущие выпуски. Ну, в принципе, ОФЗ, индекс RGB у нас от минимума отскочил чуть-чуть, там 120-121, по-моему. Ну, то есть, как бы ожидание плюс процент было в рынке в целом, но рынок облигационный для меня лично, рублевых облигаций, становится интереснее всего сейчас. Вот, в моменте, на горизонте полгода, наверное, и я для себя эти действия делаю. То есть, сокращаю валютную составляющую, облигационную мою, моих любимых России 28,30 и в рублевую доходность перехожу. Вот, в надежде сделать обратный ченч при более благоприятном курсе и при большем росте котировок ОФЗ, скажем так, или доходность. Ну, котировки, не всегда доходность котировки, это в разные стороны иногда может быть, да. Ну, я надеюсь, что вот те выпуски, которые я покупаю, это флоутеры 29, даже скажу, 29,017, 018 с квартальной выплатой купона. И где они привязаны, ну, купон привязан к РОНИ с лагом 7 дней. То есть, это вот прям живая ставка текущая, которая действует на данный момент. Ну, там 12 плюс там будет. Ну, вы на платнике говорили о своих планах, это не является для меня секретом. А какой процент у вас сейчас в портфеле облигаций и какой акции? Ну, облигаций больше, облигаций больше. Акции-то я уже давно сократил, но у меня, Андрей, у меня я не хочу распространять, так сказать, вот делай как я, что делай как я, это делай как сам, того хочешь. У меня достаточно большой процент американских акций. Параллельно у меня есть шорт на S&P, на российском, в российском контуре, да, и какой-то портфель американских акций, он сейчас больше российского. То есть, из российских акций у меня, по сути, только сургут. Больше остальное все мелочевка. Облигаций сейчас, я думаю, процентов 70-80. Если говорить процентным отношением. А я так подумал, надо передачу такую сделать. Телевидный ГДР. Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Как вам такое название? Делай лучше нас, можно оставить и все. Да. Ну, потому что я к Евгению Федорову езжу, мы же сейчас восстанавливаем, как бы, ГДР, Чехословакию, наш соцлагерь. Поэтому вот такая передача из ГДР, она очень хорошо зайдет. Это кто это? Мы восстанавливаем. Я не восстанавливаю. Так вы уже с какой-то подозрительной адидасскими тридцатьми полосами сидите. Адидас, да, три полоски. Начнем с этого. Начнем уже с вас. Это народная марка, адидас. Так же, как в Фольксваген. Так. Визит лидера Северной Кореи в России. Как-то многие, по-моему, недооценивают. Они не понимают, многие люди, что в Корее развито станкостроение. Может, не на высшем уровне, но станки с ЧПУ, они клепаются 1982 года. И им есть что нам предложить. Ну, что тут можно сказать? Процитирую, наверное, отвечу словами Чебурашки. Но только не с последнего фильма я его и не видел, а из «Крокодила Гены». Мы строили, строили и, наконец, построили. Ура, товарищи. Но они еще майбахи производят, наверное, корейского производства. Там я видел, вагоны заезжают. Так что суверенитет полный в Северной Корее. Есть с чего брать пример. Про станки сказать ничего не могу. Станки, а на станках вытачивают ракеты или что там на станках-то этих с ЧПУ они производят. Я знаю, что хакеры еще есть северокорейские, которые, так сказать, беспокоят мировое финансовое сообщество. Но это по слухам. По слухам, конечно. Останки можете купить прямо сейчас в Москве уже. Может быть. Я просто еще из Корейской, из Северной Кореи, чего я знаю? Я знаю вот «Ким Чен Ын», «Ким Чен Ир» и «Ким Ир Сен». Вот три этих слова. Они, наверное, о многом нам говорят. Других слов там не было. За сколько там, с момента 48-го года прошлого века существование Северной Кореи обошлось пока вот тремя людьми. То есть это не относится к нашей экономике и к фондовому рынку? Корея никак не относится к нашей экономике и фондовому рынку. Это ваше слово. Она относится к нашей, так сказать, геополитике. По поводу акций. Опять-таки, мы все ждем коррекции имени Артема Сергеевича Тузова. Не меньше 20%. Да, мы с тобой тоже всегда говорим о коррекции, но ее пока не видно. Не будем же мы считать коррекцию, там, распродажу в третьем эшелоне. Индекс ММВВ пока 3,150. Что здесь можно сказать в оправдании роста, наверное, что фондовый индекс, они, в принципе, всегда следуют за денежной массой. За ростом денежной массы. И инфляция, соответственно, зависит от этого больше, от количества денег, а не от ставок, которые действуют на данный момент. Фондовый рынок тоже в русле. И сейчас он, в принципе, наверное, наравне, даже, может быть, немножко отстает. Поэтому коррекции 20% без геополитических событий мы можем не дождаться. Да, это и меня касается тоже. Я же тоже в ожидании, я же без акций, в ожидании цен лучших или там альтернативных каких-то доходностей других. Ну, есть на рынке такая пословица, что в ожидании коррекции люди потеряли денег значительно больше, чем на самих коррекциях. Так что ожидание есть, это такая общая тема уже рыночная, да, что рынок перегрет. Но может коррекции не быть. Я тоже ее жду, но уверенности у меня никакой нет, что она наступит, если не будет каких-то событий, не столько экономических, сколько политических. Понятно. Ну, нельзя сказать, что я на заборе, у меня все-таки в портфеле акции. Про политические события. Вот тут Николай Добронравов умер у нас на выходных, да, и вновь продолжается бой. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Юный октябрь впереди. Так вот, у меня акции есть, в частности, Алроса. С одной стороны, и человек пишет, зря ты не продал Алросу. Я говорю, обождите, обождите. Вы еще не знаете мой тайминг. Верненько вас всех пересидит в этой Алросе. Андрей, ну, может быть, но упорствовать, так сказать, в ошибочных решениях, это не всегда правильно, мне кажется. Про Алросу мы с тобой... Ошибочное решение будет, когда в минус уйдет. Конечно. Вы с тобой говорили про Алросу с 60 рублей, по-моему, что там есть. Но там что-то, как бы, насколько вот по Алросе я вижу текущую ситуацию, что это не лучший сейчас актив на российском рынке. Сургут тоже не лучший актив сейчас, но я в нем сижу. Алроса, ну, не знаю, насколько... Там же и у Дебирс дела не особо хорошо, которые никто ни в чем не ограничивает. А Алроса, если ее и будет... Ну, а Алроса-то, у нее ситуация, наверное, не лучше, да, если собираются вводить, там, G7 собираются вводить в ближайшее время запреты. И, опять же, дивиденды, которые Алроса объявила, там, 3 рубля, там, сколько, 3,70, да, правительство Якутии заявило, что вполне устраивает такая цифра. Поэтому, ну, что ждать? Больших выплат от Алросы ждать, наверное, не приходится. А на чем она должна тогда расти? Так она пускай спустится. Я не против, что он спустился, я куплю. Пожалуйста, пожалуйста. Это теперь тема Алросы совершенно не моя. Мне кажется, там отыграно абсолютно, 50-процентный рост произошел. И, ну, какой-нибудь ГМК на рельский никель, мне кажется, значительно лучше сейчас, чем Алроса. Ну, это вот мое мнение. Я ни в том, ни в другом не участвую, поэтому это советы постороннего. Как Владимир Ильич Ленин у нас такие писал. Советы постороннего. Алросу. Я знаю, что можешь спасти Алросу. В 50-х годах прошлого века была такая массовая пропаганда, что надо девушкам дарить колечки. Вот журналы типа Риджерс, Дайджест. Вот это очень сильно. Посмотрите там на старой странице. И в конце концов винтили в голову, что нужно обязательно на помолвку колечки с бриллиантами. Так у нас и в России такая нужна быть пропаганда. Ну, я тоже жертва этого, так сказать. Ну, их же не каждый месяц покупают колечки. Не каждый год, наверное. Не знаю, как спрос, предложение. Может быть, там, так сказать, бегство от обесценения рубля какое-нибудь начнется, гиперинфляция, и побегут все в бриллианты, в золото, в Алросу. И внутренний рынок заменит все. Конечно. А вот хотел спросить, вот цены на нефть, которые, по-моему, сейчас уже 94, если не ошибаюсь, с утра. Вот скажите вообще то, что они поднялись на такие большие величины. Это позитив? Для нас, безусловно, для бюджета позитив, да. Вот картельный сговор продолжает действовать успешно. Нам, ну, как стране, это только в плюс, как позитив. Безусловно, позитив. Я в своих ожиданиях, так сказать, укрепления рубля тоже на цены на нефть в некотором смысле опираюсь. То есть снижение объема экспорта компенсируется ценой. Позитив. Ну, не знаю, мне кажется, что сейчас опять на первый план выйдут какие-нибудь американские заявления, что это картельный сговор. Мы сейчас вас всех здесь будем, саудитов, там, засудим и все такое. Цены на бензин опять выросли. Так что... А у них они медленнее стали расти, потому что спрос упал, там, погода ухудшилась. Не так все у них. Ну, я не знаю, как у них. Я знаю, что у нас вот цены на бензин прям заметно выросли и, скорее всего, будут расти. Потому что оптовые цены, как известно, выросли уже давно и сильно, а розница пока стояла. Так что независимые продавцы нефтепродуктов в России, которые там собираются или вышли уже на биржу, они, по-моему, собираются, по-моему, выйти, да. Вот текущая ситуация для них очень негативна. Для вертикально интегрированных компаний это, в общем-то, по барабану. Они еще и демпфер там какой-то получают, да, и заработают на другом. А вот для независимых, которые еще есть, продавцы бензина, эта ситуация очень плохая. А скажите, пожалуйста... Ну, и для потребителей для меня тоже это плохая. Раньше я бак заправлял за столько, а сейчас вот за столько плюс больше. А у нас тут заправка на улице электрическая, одна штука. Там все бесплатно. Бесплатно, да? Одна штука всего на всю улицу. Кстати, по-моему, на этой на трассе там тоже есть электрические заправки, но я ни разу не видел, чтобы кто-то стоял там заправлялся, заряжался. Ну, скажите, пожалуйста, для наших нефтяных компаний это позитив или нет? Просто цен на нефть, ну, конечно, позитив, а как не позитив? Ну, при таком курсе все позитивно, поэтому вот на чем рынок должен упасть? Мы ждем коррекции 20%. Что, что должно упасть? Лукойл на 20%? Ну, пока вот экономических причин особо нету. А ну, секундочку, мы не знаем, кто что ждет. Ты же приводил Артем Сергеевича, что он ждет коррекции. Я никаких цифр не жду. Коррекция может и боковой формой быть, правильно? Да. Ну, я тоже жду коррекции, если я без акции. Андрей, мы же все как-то набились в одну лодку. Как ты сам говоришь, на один борт Титаника все прибегут, он перевернется или там куда-нибудь. Вот сейчас все сообщество инвестиционное ждет коррекции. Ну, редко так бывает, чтобы совпадало, что... А что показывают наши эти вот фьючерсы? Фьючерсы сегодня не смотрел, но на прошлой неделе ситуация особо не менялась. То есть шартов физических лиц значительно больше, чем лонгов. И юридические против физических опять стоят. Поэтому это еще один пока что повод в то, что коррекция, если будет, то не сейчас. То есть много шартистов не бывает, чтобы люди массово зарабатывали. Хотя бы фифти-фифти. Вы сейчас затронули сейчас сами доллар. Я не трогал доллар, но вы сказали про доллар только что. Ваши ожидания, вы сказали, мы с вами ждем. Ваши ожидания по нему? Присоединюсь, Андрей, к вашим ожиданиям. Я же их знаю, ты же публично озвучиваешь. 85 плюс-минус. Вот не знаю только горизонта, может быть это в этом году, может в следующем. Но я готов подождать. Лишь бы ситуация может поменяться, если мы уйдем сильно за 100 и там как бы заикаримся. Такой вот как бы в народе, в мозгу это уже цифра привычной станет 100. И тогда рост может продолжиться. И я ошибусь, да, и придется вновь заходить в долларовые активы по более высоким ценам. Но посмотрим, время покажет. Я пока за рубль. Вот я перешел на сторону рублевой доходности и буду в ней находиться как минимум до конца года. Понятно. Вам интересны как бы на моем канале интервью с реальным сектором? Безусловно. Ой, я смотрел, слушай, с Дианой, да, у тебя было интервью. Чайная фабрика. С чаем, да, очень интересно было. Я сейчас думаю, у меня есть хорошие завязки от Тобок. Немецкая компания, производитель протеза конечностей. Вот. Они как бы высокотехнологичные. Вот я могу с ними делать. Они даже подарили чашку мне. Немецкая компания? Ну, она до сих пор, насколько я знаю, таскает из-за границы модули и здесь собирает что-то. Что там наклеено на них, я не знаю. Я просто говорю... Блин, такая скользкая тема протеза конечностей, это на ваше усмотрение. А руководитель-то уехал? Немец. Сейчас там русский, вернее армянин. Но он говорит не хуже, чем я по-русски. Вот поэтому так вот. Но тем не менее, дело-то благо делают. Ну, да, но он работает же, руководитель тоже. И может и не хотели уезжать, а уехали. И работает на благо Родины. Вот. Теперь хотелось вот что поговорить. Мы всегда заканчиваем эмоциональная точка по поводу воспоминаний ветеранов фондового рынка. Сегодня, да, давай эмоциональную сделаем. Только, наверное, буду чередовать теперь воспоминания с просто лирическими отступлениями. В прошлый раз, неделю назад забыл я вообще упомянуть, что произошло такое событие в мире тенниса. Джокович выиграл очередной турнир US Open и победил там нашего россиянина Даниила Медведева. Поздравляем Джоковича. Ну, россияне вот в этом спорте пока участвуют. Я пристально слежу. А Джокович герой в этом году. Из четырех турниров во всех был в финале и в трех выиграл. Так что, сербы наши друзья, поздравляем Джоковича. Ну, еще из лирических отступлений у меня, смотри, вот такая вот есть книжка. Сейчас видно? Да, да. Это я как-то рекомендовал всем к прочтению. Вот, сегодня приведу, наверное, из нее пару цитат. Это написано Ярославом Гашиком сто лет назад. В 1923 году, не дописано даже до конца, он умер. Отцарозапечен. Да, ну, возможно, да. Но в то время и Чехия, и Словакия, я не помню, не знаю, даже Чех он или Словак, входила в состав Австро-Венгерской империи, которая проществовала там лет 50 и закончила. Много было в Австро-Венгрии стран, которые сейчас отдельно живут в Европе и тоскуют по былому величию Австро-Венгерской империи. Так вот, Швейк, кстати, там вот этот герой, да, Швейк, пожилой уже мужчина достаточно, ему лет там 40 или 50, наверное, да, был признан медицинской комиссией клиническим идиотом, но тем не менее признан в армию и там служил, в общем-таки, его приключения. Так вот, две цитаты из Швейка. Не мои, а Швейка. Куда же вы стреляете, идиоты, здесь же люди. И еще одна беда, когда человек вдруг ни с того ни с сего примется философствовать. Это всегда пахнет белой горячкой. В общем, много там хороших фраз найдете для себя, если прочтете эту книгу, кто еще не читал. Спасибо большое. Спасибо.